Радио «Свобода» в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача о музыкальной классике. Начнём с другой темы. Правила игры Михаила Иванникова. Михаил Дмитриевич Иванников – русский прозаик-эмигрант и при этом югославский кинооператор. Один из основоположников сербского и югославского кинематографа и телевидения. Ещё он известен как муж одной из самых одарённых поэтесс русского зарубежья Лидии Алексеевой. Собственный путь Иванникова был странным. Он многое успел сделать. Его отметили некоторые выдающиеся литературные современники. Но в какую-то культурно-информационную щель он провалился. Его сейчас крайне мало знают. У него были какие-то свои правила игры. Между прочим, один из его рассказов так и назывался – «Правила игры». Я пригласил для сегодняшнего разговора специалиста по творчеству Иванникова, профессора Таллинского университета Александра Данилевского. В чём драма судьбы Михаила Дмитриевича? У Алексея Михайловича Ремезова повесть есть очень хорошая «Крестовые сёстры». И там вот одна из «Крестовых сестёр» как бы – это такая старуха вещая Акумовна. И про неё говорится, что вот она жизнь провела коло белого света катучим камнем. Ну, как бы вот немножечко в стороне, да? Вроде бы вот рядом, а где-то какое-то особое, да? На особь встать какая-то. Вот мне кажется, что-то такое с Иванниковым случилось. Он всё время больше думает не о внешнем, а о внутреннем. Его больше внутренние проблемы интересуют его собственные, его отношения к жизни. И он как-то эту жизнь немножечко сторонился всю жизнь. Как мне представляется? Действительно такой немножечко катучим камнем около, да? Как получилось, а Бог его знает. Он всё время был, я так понимаю, раздираем. Желанием участвовать в жизни и как-то вот замкнуться в себе. То поступает он в сельскохозяйственную академию в Бурно. Год не проучился, взял, ушёл. Пошёл подвижником Владимирова такой, ну, Владимирова, это, как бы сказать, нынешняя Закарпатья, принадлежавшая тогда Словакии. И там он был послушником, да, в монастыре при таком очень известном в ту пору архимандрите. И вот он там, звали его Виталий Максименко, да, вот он служил рабочим. Они там печатали в пяти километрах от Владимировой Слово Божье. Это потом отобразилось в его повести «Дорога». Вот, и там тоже такая какая-то раздвоенная позиция. С одной стороны, верит, не верит в деятельность свою, вот это печатание Слова Божьего. Верит, тоже не верит. И хочется ему назад уйти в актёры, в тру-ля-ля профессию опять погрузиться. Вот всё время раздираем противоречиями между внутренней жизнью и внешней. И так как-то на всём протяжении. Странный такой. Во время войны, кому война, кому мать родна, он идёт и в немецкой фирме сотрудничает. В это время он уже один из самых известных в Сербии кинооператоров, в королевстве сербо-хорватов и славянцев, да, ну, уже оккупированным. Он становится кинооператором в немецкой фирме, снимает что-то. В 44-м году партизаны приходят прямо домой, хватают его за шкирку и тащат партизаны против его воли. Ну, идёт. И странное дело, снимает самого Тита, то есть становится как бы придворным кинооператором. И вот так всю жизнь. Потом становится дедушкой белградского телевидения. Вроде бы с эмиграцией порвало практически все отношения. А женится на русской, на вдове поэта известного эмигрантского Алексея Дуракова, он погиб героически. И потом, в 65-м году, что примечательно, советское правительство его наградило орденом Отечественной войны. То есть, по-видимому, не случайно. Ну, как что-то вроде агента влияния. То же самое было в отношении Бориса Вильды сделано. Я, собственно говоря, отсюда делаю такой вывод. Женится на русской эмигрантке и пишет всё время. Пишет всё время в стол или как-то вот там через какие-то третьи руки передаёт бывшей своей супруге Лидии Алексеевой в Штаты, чтобы там хоть что-то опубликовали. Вот всё время двойственная позиция. Всю жизнь мечтает отдохнуть, выйти на пенсию, чтобы пописать по-настоящему. А писал он, по-видимому, тяжело, трудно и себя не щадил в этом плане, копал. А наступило время пенсионное и заболел раком горло. И опять ничего у него не получилось. А что наработано было, родственники, опасаясь инфекции. Ну, помните, как раньше-то относились к раку. Это вообще непонятно, что это заболело. Взяли всё и сожгли. Ничего не осталось. Александр Алексеевич, было что-то в его корнях, в его воспитании, в его детстве, в семье, что вот заложило такой характер, такого неуверенного человека в себе? А я вот даже, честно говоря, думал на эту тему, но как-то никакому выводу не пришёл. Его отец был довольно богатый скупщик зерна в городе Георгиевске. Это на Северном Кавказе. Зернопромышленник. Был у меня такой момент в жизни. Когда я был в Белграде и встречался с Александром Михайловичем Иванниковым, сыном писателя. И вот он мне что помнил, что знал, рассказывал. И вот со слов тётки, потому что отец как-то его очень строил, школил. И с ним, я так понимаю, строго обходился. И там не было, так сказать, доверительности. А вот тётка рассказывала, что жили они очень богато, зажиточно. И по этой стезе он должен был пойти. Его родители отдали в реальное училище. Не в гимназию классическую, не латынь изучать, там и гиммунитарные предметы. А в технаря как бы из него готовили. А, по-видимому, это не соответствовало его личным пристрастиям, его приоритетам. Вот он, по-видимому, так и разрывался всё время. Смотрите, дальше в 1920 году с родителями эвакуировался через Батум. Батуми нынешний, да, в Константинополь. И там поступил в русскую гимназию. Называлась она русская гимназия Всероссийского союза городов. Очень известная гимназия, она потом в Моравско-Тшебово была расположена. И там, кстати, вот учились многие яркие представители эмиграции. В том числе, насколько я понимаю, Марина Ивановна Цветаева и дочка. Или там Алла Головина с бароном Штеггером и так далее, и так далее. Вот она такая-то, гимназия была очень гуманитарно ориентированная. И оттуда вышло очень много людей, которые потом писали. Или хотя бы баловались этим делом, старались как-то в этом направлении двигаться. Его тянет сюда. А жизнь все время заставляет его идти в реальное училище. По пути реального отношения к жизни, технического. То есть это все время противоречие между лириком и физиком, как бы мы перевели на наши нынешние понятия. Вот такое вот. А когда его первые опыты литературные стали появляться, и что это было? Сначала он учился, как я уже сказал, в сельскохозяйственном институте в Моравском городе Брно. Потом год он провел послушником в православной обители преподобного Иова-Почаевского в деревне Ладомирово. Потом он в 1924-1925 годах учился на юридическом факультете Карлова университета в Праге. Это вот тот самый факультет, который в соответствии с решением Чехословацкого правительства вот эта так называемая русская акция, когда позвали туда видных профессоров, бывших вот этих вот белогвардейцев, которые школу иногда не закончили, а кто-то высшее образование не получил. Вот все туда слетелись. И там был такой, как бы сложился культурный очаг. Не один. Знаменитая такая литературная пражская группа «Скит поэтов». А направлял ее, в смысле, он не был там как бы начальником, не был мэтром, а вот просто, ну, как куратор, да. Первый среди равных. Это такой вот известный достоевист, литературовед, ну и вообще общественный деятель Альфред Людвигович Бен. И вот он, как бы, курировал вот этих молодых людей, студентов, и оттуда вышло очень много, на самом деле, ярких писателей и поэтов. Васильев Федоров – знаменитый писатель. Сергей Милич Рафальский. Талантливый поэт Алексей Эйснер, который потом приедет в Советский Союз и вернется. Василий Лебедев, Алла Головина – самая красивая поэтесса русского зарубежья первой волны. Замечательная поэтесса. Одновременно вошел в такой литературный кружок «Далиборка», и он стал сотрудничать с журналом, который там студенты издавали. Журнал назывался «Своими путями». И, кстати, одним из редакторов этого журнала был Сергей Яковлевич Эфрон, муж Марины Ивановны Цветаевой, к которому она, собственно говоря, и приехала из Москвы. И вот там он опубликовал как раз первые свои рассказы. «В степи», так называется, рассказик. Потом еще «Эскиз». Как-то такое странное название получилось, что «Эскиз Михаила И». «Эскиз Михаила Иванникова». Но должен заметить, что произведения эти, тексты эти, довольно слабоватые. Совершенно там в них ничего не выдает будущего Иванникова. Вот Иванникова, так сказать, тот, который вошел вот в эту книжку, изданную в Питере издательством имени Новикова. Даже и не включены туда эти ранние произведения, ну потому что абсолютно ничего, так сказать, общего нету. Тем не менее, ну вот это такие были пробы, пробы пера. Но он, опять-таки, вроде стал членом вот этого скита поэтов, а долго не удержался, взял и уехал в Белград. А у него там родители в это время уже обосновались прочно. И родители, и тетка. Тоже там что-то как-то не закрепился. Взял, поехал в 26-м году в Париж. И поступил не куда-нибудь, а в православный богословский институт при Сергиевском подворье. Учился два года, так не закончил. То есть он закончил потом уже, постфактум как-то. Во всяком случае, Александр Михайлович Иванников говорил, что документы у него есть, в соответствии с которыми он все-таки получил это образование. Но вот очень долго учился. Видать, пришлось ему уходить. Остался без денег. Приходилось работать маляром в пушуарных каких-то мастерских. По-видимому, вот тогда он там сошелся с Довидом Кнутом и с другими своими знакомыми. А опять ему что-то там не понравилось. Вот эта вот жизнь литературная и вообще, так сказать, вот эта вот богемная жизнь в Париже. Денег, по-видимому, не было. Взял и уехал. В конце концов опять в Белград. Там поучился в богословском институте. Тоже не закончил, тоже бросил. Вот такой как-то. Не пришли, не пристегни. Все время как-то где-то сбоку. А когда же пошло литературное мастерство? А вот пошло оно у него где-то в конце 20-х годов. И я так понимаю, что первая эта вещь, которую он опубликовал, которая обратила на себя внимание, это его рассказик про кошечку. Называется «Рассказ Лорд». И опубликован он был в парижской газете «Последние новости». Левый центр газеты. Вот он с нею, так сказать, сотрудничал. И ему довольно быстро передали из Парижа, что на этот рассказ «Лорд» обратил внимание его кумир Иван Алексеевич Бунин. И он был просто несказанно счастлив. Судя по рассказам его приятельницы в ту пору, тоже известной поэтессы Екатерины Таубер, он носился с этой газетой, всем показывал, подпрыгивал и говорил, сам Бунин обратил на меня внимание. А Бунин был его кумиром. Он, по-видимому, генетически принадлежал к этой линии. Пушкин, Толстой, Чехов, Бунин. Вот к этой вот. А потом уже стал публиковаться в самом авторитетном журнале русского зарубежья. Вот это вот в ту пору, между двумя войнами. Это современные записки. С 1934 года там. В начале там появилась не очень, честно, на мой взгляд, не самая моя любимая вещь, повесть «Сашка», а потом попозже вот уже авиарассказ и, в конце концов, повесть «Дорога» в двух номерах. Самое зрелое в ту пору его произведение. Как он туда подошел? Он где-то в Югославии очень активно стал сотрудничать с разными литературными кружками. Вот там был такой любопытный кружок. Он назывался первоначально «Книжный кружок имени Михаила Юрьевича Лермонтова», а потом просто «Книжный кружок». Вот он там подвязался. Это, значит, непрерывное общение, обмен информацией, чтение своих произведений, обсуждение их с товарищами. И потом еще была такая группа «Литературная среда». А там уже мы можем назвать таких известных людей, его товарищей. Это потом будет всемирно известные такие профессора гуманитарии Илья Николаевич Голинищев-Кутузов, который потом вернется в Советский Союз. И среди стиховедов очень известный Кирилл Федорович Тарановский, человек, который метрикой и ритмикой русского стиха занимался. Вот он с ними конкретно там сотрудничал, дружил и так далее. С 1935 года он стал членом Союза русских писателей и журналистов в Югославии. Это, так сказать, уже как бы официальное признание. Ну, еще раз скажу, вот признание как писателя стало приходить ему с 1934 года, когда вот вышли эти несколько его вещей в современных записках. Очень на них авторитетные люди обратили внимание. Но это прежде всего Ходосевич Владислав Валицианович, которому сам Иванников, как он признавался, в письме тяготел именно к нему. Затем Георгий Викторович Адамович, которого Иванников недолюбливал, как-то не был его сторонником, но, тем не менее, чей отзыв для него был, естественно, очень важен и приятен. А потом уже там еще и Бунин отозвался о дороге с восторгом, на самом деле. И Марк Алданов, и Нина Николаевна Берберова прислала ему письмо, в котором, так сказать, признавало его дарование. И там пошел после этого обмен любезностями. Бицилли, знаменитый профессор, тоже отозвался вот об этих произведениях, и что все это было очень хорошо. А потом у него в Югославии началось уже сотрудничество с газетой такой под названием «Русское дело», с подзаголовком «К молодой России». Он там стал журналюгой, то есть очень много писал. Правда, мне этого не довелось ничего прочесть, к сожалению, его публицистики. Это еще, так сказать, совершенно неизученный пласт, потому что недоступные газеты. Надо в Белград ехать и там надолго завишать. Но, во всяком случае, можно сказать, что он там выступал под лозунгом партии молодоросов «Царь и Советы». И все время работал-работал над литературными текстами. Мы просто можем понять, что они были опубликованы позже уже в новом журнале. Это тот, который подхватил вот эстафету от современных записок, в Соединенных Штатах издавался в Нью-Йорке и до сих пор издается. Вот там, кажется, были опубликованы вещи, создававшиеся в ту пору. Но это было, в шарке, чуть-чуть попозже. На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Правила игры Михаила Иванникова. Мой собеседник – историк литературы и публикатор иванниковской прозы профессор Александр Данилевский. Александр Алексеевич, хотел вас спросить. Вот если бы вам сегодня предстояло быть рецензентом лучших вещей Иванникова, что бы вы написали в небольшой рецензии? Что подчеркнули? На что упирали бы? Я бы упирал бы на то, на что упирал и упирает. Известный, авторитетный исследователь творчества Владимира Владимировича Набокова Александр Алексеевич Долинин. Вот он в своей книжке, посвященной Набокову, проследил любопытную эволюцию Набоковскую. Получается, что по складу Набоков, последователь классической пушкинской линии и как бы наследник, скажем так, модернистов, авангард для него неприемлем, вызывает у него отторжение. Но по ходу дела ему пришлось как-то освоить и эстетику авангарда, и поэтику авангарда, и кое-что в этом перенять. И получился любопытный синтез постмодернистского с поставангардным. Ну, как учила моя любимая учительница Зарга Григорьевна Минц, она всегда говорила «самое интересное на стыках». Вот у Иванникова то же самое. Особенно в этом плане вот показательная повесть «Дорога» большая и показательный такой рассказ, опубликованный уже в 50-е годы «Правила игры». В «Правилах игры» он изображает странного такого героя, а когда начинаешь задумываться, то там получается, что у него много очень разных прототипов реальных. И в том числе Алексей Михайлович Ремезов, человек, который, судя по откликам Иванниковским, ему абсолютно чуждый, но во всяком случае не близкий, ни как человек, ни его поэтика, ни его эстетика, ни его мировоззрение. Но он попытался его вот как-то так воспроизвести, влезть в его шкуру, и она как бы к нему пристала. Он многое усвоил из ремезовской манеры настолько, что от этого уже нельзя было отвязаться. А потом его жизнь прошла с оглядкой на Набокова, которым он восхищался, имеется в виду на Владимира Сирина, на довоенного, ну и, наверное, и на потом, после войны уже, на Набокова. Он все время на него чувствуется, оглядывается, берет у него лучшее, ну это и критики так постоянно подчеркивали, но в то же время ему хочется сделать все несколько иначе по-своему. Если, я бы сказал бы так, у Набокова больше пластичности и живописности, то Иванников немножечко другой. Он не глазатый по ремезовской классификации, писатели бывают либо глазатые, либо ушатые. Он ушатый. Ему важно, как все звучит. И вот он старается все на свой салтык сделать. И прям вот, так сказать, вступает в творческую полемику с Набоковым. В частности, у него есть повестушка, одна из последних искус, очень интересная. Так вот, там просто видно, что он полемизирует с Набоковым, по-своему предлагает вариант свой его «Короля Адама Валета», берлинского романа. По-своему пытается все это преподнести с другой оптикой, несколько иначе. Получается очень любопытно, необычно. Ну, а последний текст у него, это вот чемпионат, ну это вообще вершина, это, так сказать, вот синтез всего. И очень удачный синтез. То, что я сказал, постмодернистского и поставангардного, на мой взгляд, самое удачное произведение и просто шедевр, так сказать, в этого творчества. И ни один, я так думаю, честно говоря, это я, так сказать, в подкреплении сошлюсь на своих покойных учителей, Павла Семеновича Рейфмана, на Ларису Ильинишну, на Вольперт, и Михаил Ильинич Гаспаров как-то меня отозвал в сторону и сказал, что вот ему очень это нравится, и вообще он хорошо знал Иванникова, очень им интересовался. Это где-то в какой-то из его книжек даже получило отображение. Как-то записки и выписки, как она там называется, что-то там есть про Иванникова. Записки и выписки. Кстати, вкупе с Набоковым. Похож на Набокова, но не Набоков пишет, Михаил Ильинич, вот писал. Александр Васильевич, несколько слов хотя бы о самом таком всегда спорном периоде человека, о военных годах у Иванникова. Я так понимаю, красные ему были органически чужды. То есть, с красными партизанами, с титовцами он не хотел иметь ничего общего, по-видимому, даже было предпочтительно с немцами. Ну, как сказать, не быть коллаборантом, а, так сказать, выживать. Но надо было еще кормить супругу. Но, с другой стороны, любопытная вещь. Когда красные, в смысле, и советские, и титовцы стали уже брать верх, обретать страну, его жена Лидия Алексеевна Девель, известная как Лидия Алексеева, очень известная поэтесса первой и второй волн, как бы ее причисляют иногда и ко второй волн. Слава Богу, что очень долго жила и долго писала. Она выбрала для себя путь на Запад. Она не захотела оставаться в титовской Югославии. А вот Иванников, которого против его воли в партизаны забрали и пришлось ему воевать с кинокамерой, он берет и неожиданно остается в Югославии. И, по-видимому, он ее очень любил. Она в Австрии сидела в пересыльном лагере. По-видимому, звала его к себе. И вот при всей этой своей любви он взял туда, не поехал, а предпочел остаться. То есть, я это все к тому, что, по-видимому, для него внешне это не так важно. Важно то, что внутри. Вот гармония между самим собой и как-то вот через это с окружающим миром. Внешне не очень важно. Важно с собой внутри договориться. И, по этой причине, они расстались. По-видимому, для него это была жуткая трагедия, как и для нее. И, насколько я понял, со слов Александра Михайловича, он на вдове Алексея Дуракова женился потом, по-видимому, не испытывая слишком горячих чувств. Когда его жизнь поставила точку? Он умер в 64 года, осенью в ноябре в 68 году от рака горла. Правда, он считал, что ему повезло, он перед этим съездил в Советский Союз. Побывал в родных местах, побывал в Петербурге. Все ему это жутко не понравилось. Единственное место, которое ему понравилось, это пушкинская квартира на Мойке. Он с трепетом туда сходил, к святыне прикоснулся и вернулся назад и сказал, что не по Шульгину, то же самое, только чуть-чуть похуже. Нет. Он сказал, что на самом деле все значительно хуже, все не то. И как-то успокоился, по-видимому, решил, что правильный был вот этот его жизненный путь, что он ушел из страны. И вроде вот как он успокоился, сейчас бы, так сказать, творить. Пенсия, поверьте, была неплохая, он был известный кинооператор и телевизионщик. То есть можно было жить и вот тут на него это напасть, рак горла. И есть фотографии, Александр Михайлович мне показывал, они у меня даже где-то есть, где он в клинике с товарищами даже сидит, с перевязанным горлом и лицо обреченного человека. То есть он понимал, что по-видимому не выкарабкается, а какие строили жизненные планы. То есть он хотел целиком отдаться уже писательству. И вот на смешку судьбы ничего не получилось. Вот, я думаю, это самый какой-то для него тяжелый момент, самый тяжелый. И на этом мы заканчиваем разговор о творчестве и судьбе Михаила Иванникова. Моим собеседником был историк литературы и публикатор Иванниковской прозы профессор Таллиннского университета Александр Данилевский. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах «Радио Свободы». У микрофона Иван Толстый. Продолжаем программу. Назад к классике или вперед? Разговор о музыке с историком культуры Михаилом Ефимовым я предложил посвятить прояснению некоторых вопросов, в которых сам плаваю. Вроде бы классическая музыка звучит сегодня у каждого донтиста и в каждом лифте. С другой стороны, профессионалы жалуются на трудности при заполнении концертных залов. Поняв, что без Михаила Ефимова мне не обойтись, прошу его ответить на несколько вопросов, непременно приводя музыкальные примеры. поскольку сегодня мы условились не говорить на фоне музыки, но извлекать из музыкальных произведений определенные смыслы, то прошу вас, Михаил Витальевич, назвать сразу сочинение, которое мы сейчас слышим. Сочинение это, я надеюсь, основу узнали почти все. Это клавирная соната Моцарта Дома Жорна. Музыка общеизвестная, хрестоматийная. Нам звучит она странно, согласитесь. То, да не то. Не только потому, что звучит не только рояль, а звучит целое трио. Рояль, скрипка и виолончель. Это современная музыка и это Моцарт. Это и так, и так. Технически и формально говоря, это фрагмент пластинки замечательного современного джазового и не джазового музыканта, композитора Труббача Вячеслава Маворонского, которое называется Interventions into Back and Moцарт. То есть вторжение интервенции Маха и Моцарта. И что то, что мы сейчас услышали, исполняют Папина Фреткина на фортепиано, Владислав песен на скрипке и Владислав Гаврюшок на виолончели. Это, в общем, мне кажется, подходящая эмблема для нашего сегодняшнего разговора. Классика и современность. И все это так или иначе объединяется безразмерным определением названием классическая музыка сегодня. Мы не будем теоретизировать, что такое классическая музыка в принципе, а то, может быть, не все наши слушатели будут так возбуждены и увлечены этой темой. А я спрошу вас просто. Классическая музыка сегодня значит существует? Она жива? Ее пишут? Конечно, да. Конечно, да. И, конечно, много. И, конечно, этой музыки много и очень разных. Здесь нужно неизбежно как-то что-то сузить. Иначе мы сразу расплывемся и будем такими безграничными глобалистами. Ну, если ограничиться каким-то российским культурным пространством, которое, в общем, тоже уже сегодня в значительной степени международное. Ну, давайте назовем хотя бы несколько известных и, можно сказать, общеизвестных имен современных российских академических композиторов. Давайте назовем Владимира Мартынова, о котором, я надеюсь, слышали почти все. Александр Раскатов, человек, который не только является оригинальным и очень востребованным современным композитором в мире, не только в России, в общем, может быть, даже не столько в России, сколько в мире, это человек, которого многие знают как именно того человека, который завершил девятую симфонию Альфреда Шнитке по черновикам Альфреда Шнитке. Конечно, можно назвать Бориса Филановского, Павла Карманова, Дмитрия Курлянского. Ну, например, конечно же, мы можем вспомнить Илью Димутского, о котором, быть может, три года назад мало кто представлял, а с недавних пор это, в общем, один из самых известных современных российских академических композиторов. Почему? Потому, что он автор музыки к балету Реев. Или, например, Сергей Невский. И, в общем, тут неизбежная сцепка с Димутским по той причине, что, как и Димутский, Невский тоже сотрудничает с режиссером Кириллом Серебренниковым. Причем, это и театральная музыка, и киномузыка, ну, и, помимо всего прочего, собственно, внесценическая академическая музыка. Современной академической и около академической музыки широко развита такая вещь, как пересочинение классических произведений. И вот то, что мы сейчас услышим, это, вообще-то, Антонио Вивальди времена года. Но, как мы сейчас с вами услышим, это времена года Антонио Вивальди, но не совсем Вивальди. Что это такое? Это пересочиненные времена года, пересочиненные современным исключительно востребованным, исключительно популярным, коммерчески успешным композитором по имени Макс Рихтер. Это времена года Антонио Вивальди, то, как они звучат сегодня, как их воспринимает сегодняшний современный композитор. КОНЕЦо Вивальди, КОНЕЦо Вивальди, КОНЕЦо Вивальди, КОНЕЦо Вивальди, КОНЕЦо Вивальди, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Макс Рихтер и Антонио Вивальд. Времена года. Михаил Витальевич, а что с обычной традиционной классикой? Она-то востребована исполнительски и служительски? Конечно. То есть я даже сказал бы такую резкую вещь. Новая музыка, сегодняшняя музыка, музыка, которая сегодня сочиняется академическими композиторами, она живет сегодня и она живет, может быть, завтра. Но никаких гарантий у нас, конечно, нет. А вот классика – это действительно Эвергрин. Это было позавчера, вчера, сегодня и почти с гарантией это будет не только завтра, это будет и через неделю. Поэтому популярная классика, она действительно популярна. Тут, опять же, можно посмотреть на все с двух сторон. В общем, диаметрально противоположных. С одной стороны, можно сказать, что нет уже никаких сил слушать те же самые времена года Вивальди. Нельзя играть в миллиардный раз первый концерт Чайковского. Нужно уже отпустить сороковую симфонию Моцарта. Отпустить и дать ей отдохнуть. Собственно, академические и профессиональные музыканты говорят об этом довольно часто, что музыке надо отдохнуть. Нельзя играть все время одно и то же. И, собственно, именно поэтому в последние десятилетия совершилась подлинная революция. Такая репертуарная экспансия, когда музыканты пытаются выбраться из вот этого коммерческого гетто популярной классики. Поэтому-то, собственно, и началась в некотором роде эпидемия поисков неопубликованных при жизни композиторов. Сочинений или находятся незаконченные сочинения. И мы их закончим. То есть это то, в чем участвуют и профессиональные историки музыки, музыковеды, текстологи, исполнители, заинтересованные в расширении репертуара. И у нас таким образом появляются какие-то совершенно неожиданные вещи. Я бы даже сказал, экстраординарные. Ну, вот, например, недавно закончили восьмую неоконченную симфонию Шуберта. Мы все знаем, что в ней две части. Нет, поработали текстологи, поработали с архивом Шуберта и нашли и настоящие третью и четвертую части. Так что у нас теперь неоконченная симфония Шуберта оконченная. Другой совершенно вопрос, будет ли это усвоено исполнительски и слушательски. А популярная классика, независимо от того, кто допишет неоконченную Шуберта, она, конечно, есть. Она жива. Церемония вручения премии Грэмми, она как раз в некотором роде и об этом. Например, российское участие в классической Грэмми, оно чем-то проявлено. Это очень востребованный сегодняшний пианист Данил Дрифонов. Он играет музыку, русскую музыку, начала 20 века. Называется этот альбом Silver Age. И там музыка Скрябина, Стравинского и Прокофьева. Нам может показаться, что уж хватит этого играть, но мы все время должны помнить, что слушатель все время молодеет. То есть, во-первых, его становится все время больше, потому что аудитория слушателей музыки любой, она, конечно, колоссально увеличилась. Послушаем мы сейчас вот что. Музыку современного немецкого композитора. Зовут его Деттлен Гланерт. И музыка эта называется Distant Land. Она имеет под заголовок «Музыка с Брамсом для оркестра». Это сочинение 2013 года. Это другая стратегия. Это не то, что у Макса Рихтера с временами года. Деттлен Гланерт взял материал сочинения Йоханнеса Брамса, в частности, Четвертой симфонии, и пошел дальше. Он пошел с Брамсом дальше, чем Брамс. Он решил услышать Брамса в 21 веке. Как композитор слышит Брамса, музыку которой 100, 40, 150 лет, как он слышит ее сегодня. Вот эту музыку с Брамсом для оркестра Деттлен Гланерта мы сейчас и услышим во фрагменте. Брамсом для оркестра Я напомню, что на волнах «Радио Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Назад к классике или вперед? Разговор о классической музыке сегодня с историком культуры Михаилом Ефимовым. «Радио Свобода» «Радио Свобода» «Радио Свобода» «Радио Свобода» «Радио Свобода» «Радио Свобода» Современная русская академическая музыка и один из самых востребованных современных российских композиторов Леонид Десятников. Его последнее исключительно успешно и благожелательно принятое сочинение «Буковинские песни». Они хоть и песни, но петь не будут. Будут играть на фортепиано. На фортепиано играет Алексей Гориболь, музыка Леонида Десятникова. Это сочинение, которое впервые позвучало в семнадцатом году не в качестве самостоятельной как раз музыки в филармоническом зале, а прозвучала эта музыка в семнадцатом году в «Американ Белла Сета». Это был балет Алексея Ратманского. И только уже после этого эта музыка зажила своей самостоятельной жизнью. Вот фрагмент из нее мы сейчас и услышим. «Буковинские песни» 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 Не помню, кто это сказал, может быть, это даже сказал Рэй Чарлз, который к академической музыке, как мы знаем, отношения не имеет. Это были слова о том, что музыка чуть ли не единственная вещь в мире, которая еще не стала для людей яблоком раздора. Не помню, не знаю, когда это сказал Рэй Чарлз. Сейчас бы мы сказали, что он был несколько наивен. Музыка, как и все остальное, может стать яблоком раздора. Сегодня, как мы знаем, идет полемика идеологическая, идейная, очень эмоциональная о том, существует ли белая музыка для белых людей, черная музыка для белых, какого цвета эта музыка, кто кого угнетал, кто кого эксплуатировал. И в современном историко-музыкальном разговоре этого очень много. При этом мне все-таки очень хочется верить, что Рэй Чарлз был прав, что музыка не станет для людей этим яблоком раздора, который они начнут кусать с разных сторон, и все в итоге подавятся. Мне кажется, что у музыки должно быть будущее. И поэтому музыка будет жива, она будет новой музыкой, она будет старой музыкой, у которой будет новая жизнь. И, к слову сказать, нынешняя Грэмми, она меня мало чем порадовала, но порадовала одной вещью. Среди номинантов в отделе хоровое исполнение была номинирована, но не выиграла, но также получила номинацию, очень любопытная пластинка. Был номинирован диск «Реквием» Александра Костальского. Причем эта запись американская и дирижирует этим замечательным дирижетом Леонардом Сладким. Мы этого слушать не будем. Для меня это какая-то хорошая связка, сцепка с тем, о чем мы недавно с вами беседовали. Если помните, у нас имя Костальского появлялось в разговоре о Петре Петровиче Сувчинском. Это сто лет назад. Костальский – это собеседник Сувчинского, это человек, который делал с Сувчинским сто лет назад общее русско-музыкальное дело. Прошло сто лет, и эта музыка, она жива. Вот пожелаем ей жизни. И на этом мы заканчиваем разговор о классической музыке. Сегодня с историком культуры Михаилом Ефимовым. Напомню, что звучит клавирная соната Моцарта до мажор в интервенции Вячеслава Гайворонского. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. Идем Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сёстры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. На этот балл политического Красного Креста, это уже было традиции, все приходили. Опять-таки, из-за сочувствия к тем арестованным, из-за пуссильным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксельцева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, во всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж, и только отчасти Женева. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. «Голоса с того света» в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ лави» – «Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым». Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ лави». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19-го и 20-го века. С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется, из первых игр и первых букварей. Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы. А о Тургене уже что-то знали, шкалеры самых младших классов. Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники, писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте – передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице Герои Ивана Толстого. Заходите, почитать и послушать. Подкасты Радио Свобода слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Грани времени. Еженедельная программа Радио Свобода. Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей. Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска. Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение. Каждый человек просто должен начать с себя. Это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает у всех стран, допустим, европейских тех же. Побольше настойчивость, упорство, достижение своих целей, стабильность. Люди посвящали поддержку нашего государства, верили в него. Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась. И не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это. России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит. И смысла даже голосовать нет. Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше. Радио Свобода. Оставайтесь свободными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова